Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я поговорю еще об одном моем хобби. Это вышивание крестиком. Крестиком я стала вышивать давно. Когда у меня еще были маленькие внуки, мне дочь купила первую вышивку, чтобы я как-то свой досуг скоротала. И я начала вышивать. Вышивки были очень хорошие. Она мне покупала дорогие вышивки. Мне это очень нравилось. А потом я начала брать из журналов и вышивать подушечки. Размер моих подушечек 50 на 50. Я их дарю. Очень много раздарила, конечно. Многие остались у меня. Первая моя подушечка. Вот видите, какая красивая. Я взяла ее из журнала. Из журнала вышивка крестиком. Вышиваю крестиком. Номер 4 за 11 год. В ней из этого журнала я взяла вот такие сердечки. Видите, я их сделала по углам. Вот в серединке у меня 6 крестиков таких. И надписала, видите, и надписала, здесь такая надпись, что взята эта цитата Гейлой из Германии. И взяла она выдержку из книжки Чарльза Диккенса. Любящее сердце наполнено истинной мудростью для размышления. Ну, мне понравилась эта цитата. И я ее, видите, вот здесь и внизу вышила. Мне очень понравилась. А серединку, звездочку, я взяла из другого журнала. Сейчас покажу вам, с какого я журнала взяла. Вот. Тоже вышиваю крестиком. Только номер 3 за 11 год. Вышивка хорошо представлена в этом журнале. Видите, она цветная. Я легко вышивала. И получилась очень красивая подушечка. Чехольчик вот на эту подушечку, да. Значит, с одной стороны я вышила, а с другой стороны у меня другая ткань. У меня этой ткани много. Дочь покупала еще в институте на платье, но платье не сшила. И я теперь использую на подушечке. Шлю я этот чехольчик. Видите, он у меня на молнии. На молнии. И все это я выполняю вручную. Иголочкой простой делаю стежки. Ну, в общем-то, она такая, видите, и в швах хорошенькая подушечка. Мне нравится. В общем, сплошной, ручной труд. Теперь, значит, я вам покажу другую подушечку. Вот у меня была такая подушечка. Видите, с такой вышивкой. Очень красивая вышивка. Но мне пришлось ее подарить. И поэтому я сразу же вышила себе другую. Вот тоже вышиваю крестиком. Номер второй за одиннадцатый год. Тоже очень хорошо представлена здесь вышивка цветная она. Цветная. Видите, какая красивая. Красивая цветная вышивка. Очень легко вышивается. Не так много ниток. Вот ниток здесь, видите, не так много. И вот такая замечательная вышивка. Очень красивая. Очень хорошо смотрится на подушечке. И подушечка эта всем нравилась. И мне пришлось одну все-таки подарить. Но я себе вышла другую. Я решила, что у меня тоже должна быть такая подушечка. Затем я по заказу, можно сказать, ну не то что по заказу, просто моей приятельнице очень нравилось, ну хотелось ей, вот чтобы были ласточки, глициня, вот что-то в таком вот было роде. Я нашла журнальчик «Сусанна». «Сусанна» номер пятый за 2004 год. И так нашла, значит, вот что-то ей похожее. Решила подарить. Сделала подушечку. Вот видите, тут подушечка в конце. Подушечку. Вот видите, глициня. Сейчас покажу, что там получается. Но я еще одну ей подарила. А сейчас вторую. Такие же ласточки. Тоже глициня, но все по-другому расположено. А здесь, вот видите, как ласточки летают. Еще внизу глициня не довышила. Она еще у меня не довышита. Но к Новому году я должна ее до конца довести и подарю. У нее будет две подушечки в одном стиле. Схемка здесь тоже цветная, красивая. И в этом журнале даже есть и занавесочки. Вот с этими же подушечками, занавесочки и скатерть. Вот с этими же в этом же стиле. Но мне такое уже не одолеть так много. Видите, какие красивые картиночки. Так, это я вам показала. Теперь вам покажу. Это вот, можно сказать, моя первая работа. Ну, как бы первая покупка вышивки. Но я ее уже вышивала, когда все остальные вышивала. Вот, видите, какая. Колокольчики. Колокольчики. И вышивка была шестяными нитками. Это отечественный был набор. Вот, мне купила подруга. Но я никогда не вышивала. И поэтому я все это отложила. Когда уже начала вышивать, я вышила и ее. Так как размер был меньше, чем 50 на 50. Видите, я здесь добавила кружево. А с другой стороны, видите, взяла другую ткань, в цветочек. Тоже так же молния. С этой стороны расстегивается. Тоже так же я все лавочки сшила руками. Потому что у меня была машинка. Я отдала детям. Так у нас у них осталось. Ну, в общем, мне особо машинка не нужна. И если где-то что-то надо, я все делаю руками. Вот получились такие колокольчики. Вышитые шестяными ниточками. Мне тоже очень нравятся. Поэтому я заканчиваю свой рассказ. Мои дорогие, всего вам доброго. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всех вас очень люблю. Пока!